Всем привет! Тема сегодняшнего дня бюджетное путешествие Destination wedding. Destination wedding это когда вам нужно куда-то лететь для того, чтобы попасть на свадьбу к своим друзьям. Недавно нас пригласили в LA на свадьбу и мы с легкостью решили туда полететь. Минусов и плюсов в Destination wedding очень много. Нам было с чем сравнивать. Мы до этого ездили в Китай на свадьбу. Вот маленькое сравнение. В этом случае нам повезло больше, потому что в LA нужно было лететь всего лишь 6 часов по сравнению с тем, сколько нам приходилось лететь в Китай на свадьбу. Плюс в LA у нас было 3 дня раздолье, когда в Китае свадьба длилась 4 часа. Минусом является то, что вам необходимо покупать себе билеты, чтобы добраться до свадьбы. Во-вторых, скорее всего вам придется снимать отель. В нашем случае было немножко иначе. В-третьих, необходимо брать себе дополнительный выходной, потому что перелет туда и обратно порой занимает много времени. Также возникает вопрос, сколько дарить жениху невесть, если вы потратили какое-то количество денег на сам билет, скажем, на отель, если в вашем случае приходится платить за отель. Ну и, конечно же, перевозка платья и костюмов. Все будет такое смятым, но 21 век, отпаривательный, все классно. Или мятый. Вполне возможно, вы будете знать очень мало людей на свадьбе. Я не знаю, для кого это минус, для меня это был огромный плюс, потому что я познакомилась с новыми людьми, и новое знакомство, это всегда очень здорово. Летели мы 6 часов, у нас было время подготовиться к тому, что нас ждал мальчишник и девичник объединенный. Мы катались на Барсикл. Это такая штука на колесах, и она едет по улицам, все машины сигналят, вам можно выпивать, можно не выпивать, пока вы передвигаетесь по улицам и крутите педали. Мне кажется, очень правильный выбор сделали ребята, когда решили именно так провести время. Играет музыка Прямо Лио стоит под этим. Зато в Лос-Анджелесе. Еще в Лос-Анджелесе есть специальное федеральное место под собачий пляж. И там очень много собак, которые резвятся себе, можно пропускать с поводка. Очень здорово. Ребята снимали раньше в двух часах от самого Лос-Анджелеса. С пробками туда добирались три часа. Но в любом случае, ориентованная машина и бензин. Вот и все растраты. Многочисленных плюсов Destination Wedding, смотрите, это просто наш отпуск. Да, это четыре дня, но это в тепле, это на другом побережье, это рядом с Тихим океаном, с новыми людьми. Здорово. Пугаться на того человека, кто поставил стул, смысла нет, потому что я не знаю, кто это сделал. Вполне возможно, я даже не знаю этого человека. Ну, в общем, вы все сами видите. Люди все готовили. Рукодельница Юлия Спива. Крутейший просто торт. Девчонки все украшали сами. Но мальчишки помогали. А потом, естественно, был самый настоящий выкуп. Фрагменты покажу. Ели колепная! Нет! Вы эротичная! Грустная, честная, счастливая моя! Мальчишка! Счастливая мне надо сейчас! Покрасилась мою наушку. Дайте ревеску! Паписон! Мальчишка! А стол. Рывная! Скорие. И скажу вам по секрету, я первый раз видела, чтобы люди так здорово танцевали на свадьбе. Ну и как и на каждой свадьбе, обязательные конкурсы, песни и танцы. Кстати, танец, который будет вставлен, это Special Boston Dance. Если кто-то не знал, можете посмотреть и научиться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok